хотели опять долго отпускать слава богу что их отпустили и кто четвертый кодик моего затвора и я очень хотела поехать в этот раз много искал да утидал и този пот ну как и в прошлом не было интересно но это уже второй раз едешь уже все знаешь и как у меня лепет а свечу сечку познавах нам бесшу интересно все пак и вот мы значит собираемся все там рядом с тюрьмой уже готовы выходить чечки собирахме и сме готовы да влизим его затвором я смотрю из молодежи только мы с оксаной я взглядом че от молодежите саму аз и уксана сме и все остальные таки взрослые и сечка устанавливается возраст ним уже и мне и мне так становится чуть-чуть не чуть-чуть не по себе и стал он малку некомфортно у това и не вы в духу бяхме зайдутся с оксаном вот потом мы заходим уже все прославление все как надо в лизом и им провязываем их валей нету вещи много забавно мне потом рассказали после мне рассказа хам че сам лукав на знаменитость затвора они же смотрят в хтв те гледат българска телевизия християнска где я перевожу где то аз превеждам и се указа че вече ме познават и от меня аж поцелучки поцелучки и зала были и от залата ми спраштаха поцелуи срещу целувки и всякий путь има нечто новое което путевам до затвора не мама тоже самое сказали мая мама тоже сказала не жените в тюрьме и майка ми каза да не се умыжен за някою от затвора беше много яко и се надявам да сме повече хора другия път това е отделна служба това не като служба на церква когато стоим и пеем тук там много потрудно но също и много важно затова вдохновлявам всеки които поиска да утида затвора да служи да утида с нас добър ден добър ден искам един стих да прочита от евреи трета глава вярвам че павел го е написал хочу прочитать стих евреям третия глава помните затворените като че стях заедно затворени помните те като в тюрьме как будто бы вместе с ними в тюрьме и страдащи като сте и сами вие в тяло и страдающие как будто бы и вы в их теле и вначале хочу поблагодарить девочек на ума вдохновляют что то они меня вдохновляют но искам докажет руче замен может без там вечер утина а для меня это уже рутинно ходить тюрьму служить играм тях как со вдохновил но для них это впервые и поэтому они более вдохновлены за работе как вдохновляют в трек тези как они радуются вдохновляют людей которые там масса божда и мене и это меня пробуждает и благодарю я им благодарен очень и на останалите за помощта за молитвите за аня че с бебето беше с нас смислено и благодарю тоже остальные романч вращайтесь на стиха и возвращаясь к стиху из библии и хочу успокоить матери нет ничего страшного в том чтобы жениться на тех на заключенном теса са что они так у них такая же самая кровь лучше направим а потешки грешки просто у них более тяжелые грешки мы все делаем ошибки акултри ударишь не дай боже някой на улице с там при тях и аку и с скула а если 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 машина и кого-то сбить случайно то ты все равно кажешься в тюрьме и хочу это сказать вам потому что я много лет в сердце осуждал этих людей которые в тюрьме но когда начинаешь их любить тогава започваш да служишь тогда начинаешь им и служить и това не е лесно это нелегко но става с временем но это получается со временем дал са желание и с желанием плату наталия пита какого значи да живешь и когда наталия спрашивайте что означает жить и това един начин на живот это один способ жизни стиха който исках да малко да поговоря по него и стиха которым я хотел поговорить и че трябва да си представишь каково да си затворен нужно представить как от какого это будет заключенным быть в тюрьме сидим под срешных начальника на затвора и один раз встретил начальника тюрьмы и не лесно что-то генерал и трудно с это нелегко потому что он генерал его трудно встретить но явно чем и взаимного уважения познам год 15 я его знаю 15 лет и у нас есть взаимное уважение уважение между нами и той пита как си како правишь как он спрашивает как ты что делаешь виждам респекта който бог прави через нас и нашето служение в тюрьме и вижу как проявляется уважение через бога к нам в тюрьме виждам също последний път като бяхме бяха над 8 офицера вътре да слушат и последний раз когда вам были 8 офицеров слушали тоже нас на края с пошиве ноги си затварям очистикатся молим за покаяние и каждый раз я закрываю глаза когда молюсь обаяние суги утворих малку доверяк и в этот раз я из любопытства их открыл чтобы посмотреть три маши может был кусту тина души внутри может быть было где-то сто человек от вечер знам рядовете горе-долу представим кокса я просто не считал их например на я знаю сколько там рядов и не сам броил за что-то не ги дигам да станете так и я я им не говорю чтобы они вставали при молите в покаяние чтобы они не стеснялись но сам си горен че дори офицеры са молиха но я уверен что даже офицеры молились о покаянии он еден свидетелство и он еден видях едно от момчета с три звезди не знам вече и позавчера я видел мужчину с тремя звездами и и той сам идва при мене и ми казва аз ще идя да учим в богословска академия и он идёт към не и говорит я хочу учиться в богословска академия и което ме мастерсно и си отворих учите тото я даже спогал си от этого потому что он полицейски и си как да не коммунист или что друг он коммунист какой-то но я знам че я знам че откровен я знаю что он искренен и откровенный три матуши знам че са покаяние и сам им подарил библии и три человека покаялись я подарил им библия это были офицеры и сега последно твам чему обещах луксозна библия не замкаешь я намерен трада и пообещая обещала одному мальчику тоже библию и надо будет нее найти а какой то люксово библия но я рвам вярвам че има смисъл всичко това което правим и я верю что и есть смысл в том что мы делаем от сердца я заблагословям и и самоле бог да ни даде сили цялата ми церква я благословляю вас силна в духа и я молюсь богу чтобы бог дал нам силы чтоб целая церковь была сильная дуга желание до служим не сам у нас воронки но и на и полнки как чтобы у нас был были силы служить не только за заключенным но и больным аминь аминь но я могу сказать коротко коротко это был мой третий раз в тюрьме бях за третий път в затвора и каждый раз страшно входить и всякий път меня страшно да влизам и я очень вдохновлена как Даша радуется поездки в тюрьму и аз много се вдохновлявам от това как Даша се радова за отиванието в затвора потому что я так не радовалась за что то аз не се радвах така и когда мы ехали с Дашей уже после тюрьмы она говорит и когато путувахме вече с Даша когато излязехме от затвора что он мне очень понравилось служение в тюрьме и Даша говорит я очень благодарна тебе что ты ходишь тоже служить в тюрьме и Даша мне казача аз что сам ты благодарна что ходишь да служишь со смен хотя ты не хочешь вопреки че не искаш вот но я просто не совсем понимаю что я там делаю аз не могут разбираться что с какого правят ам но иногда Бог посылает даже в те места которые думаешь зачем тебе нужно быть там но понякога Бог не спрашивает в тези места в които не се замисляме какво направим тук вот ну и меня тоже вдохновляет что не только заключенные покаялись и мен сэшто ме вдохновява че не само заключените се покаяха но и те люди которые работают еще но и тези които работят там да и там нам с хорошего принимают потом угощают кормят много топла не приехал после не давых различных не штатах апнем это все всичко слава Богу мы сейчас за детей помолимся да я пока да у нас у детей есть свидетельство так что пока родители приглашают дети выходить